Итак, друзья, не могу сказать, что я сильно устал. В принципе, работа не такая уж и тяжелая. Инструкция моста. Первый день на работе. Итак, мой первый рабочий день, после того, как я прошел safety orientation, инструктаж по технике безопасности, руководитель сделал небольшую экскурсию и ознакомил меня со спецификой работы. Первым делом он показал мне, подсобное помещение, где все рабочие переодеваются, обедают и хранят свои личные инструменты и получают задания от бригадира на текущий рабочий день. Отсобка открыта с начала и до конца рабочего дня, с 7 утра и до 15.30 вечера. В течение рабочего дня, помимо неоплачиваемого времени на обед с 12 до 12.30, положено два перерыва по 15 минут каждый, которые уже оплачивает работодатель. Строительные машины, погрузчики, экскаваторы, бульдозеры, краны являются предметом повышенной опасности на строительном объекте. Поэтому, если вы слышите сигнал со стороны строительной техники, нужно в обязательном порядке обратить внимание, нет ли угрозы для жизни. По пути руководителя показал наглядный пример техники безопасности на рабочем месте. Страховочный трос вдоль опасной зоны, за который в ни в коем случае нельзя заходить, если нет монтажного пояса, благодаря которому и пристегивается к данному тросу, чтобы избежать падения и получения травм. В основном, в основном пусты, появится установка на штрафном объекте. В этом случае, если начнем, если вы получите пузы, например, на что-то купите пузы, и тогда вы можете получить стакт-то ланирование облечиваний. В этом случае есть выразительно заплатить, чтобы вы создать各 оттенциги, наибших expireхоз, и ставьте, скажем. Это кстати, вы можете сделать, чтобы выложить оттенку, выключить зону, чтобы выставлять бульдизации. Затем мы подошли непосредственно к месту произведения работ. Рабочие во главе с бригадиром Форман возводили опалубку для заливки железобетонной конструкции моста. В этот момент руководитель, суперинтендент, представил меня бригадиром Форман, который фактически являлся самым главным лицом на строительном объекте после руководителя и заведовал всем строительным процессом, раздавая задания каждому рабочему, но при этом сам принимал участие. Совместно с плотниками Carpenters, которые в основном умеют делать с деревом, также работают специалисты по работе с металлом Iron Workers, которые занимаются установкой металлического каркаса, состоящего с арматурой, которую тщательно нужно соединять увязочной проволокой. Помимо строительства нового моста, застройщик также строит бешеходные дорожки. Я из Украины, я только один год здесь. О, действительно? Да, я уже начинал из моих классов на колледж Норсиэтл. Я уже на уровне 5, но это не достаточно, я знаю, я должен улучшить себя. И я уже был из препятствий конструкции предприятия в Мудтехнологии Центр. И я уже был из буткемп. Я не знаю, но я очень люблю конструкцию, и поэтому... Только одна вещь, это мой язык, это моя улыбка. Я слышу, я слышу. Но... Если ты скажешь что-то, что не безопасное, что ты думаешь, что это интересует, то просто скажи что-то, хорошо? Нет. Несмотря на то, что я сказал, что только учу английский язык и много еще не понимаю, руководитель сказал, что это не имеет особого значения. Главное, если на работе будет какая-то опасность, нужно не молчать, а немедленно подать знак. Мы обеспечиваем эту дорогу, мы пускаем эти сады вверх, мы строим новый мост, да? Да, да. И мы обеспечиваем эту дорогу, так что будет 2 лейн в каждой сторону. 2 лейн. И у нас будет басклевые лейн, тоже. Цель строительства данного объекта – это расширение уже существующего моста с возможностью двухполосого движения автомобилей в каждом направлении, а также обеспечение проезда через мост велосипедистов. Так как данный строительный проект, близок к завершению и работы всего на 2-3 месяца, я задал вопрос, что будет дальше, искать мне новую работу, на что руководитель сказал, что это зависит от новых проектов, и если они будут, то и будет для меня работа. То есть система такая, вначале нагоняют рабочих, чтобы закрыть объект, а потом гарантий никаких, и большинство людей распускают. Но не все так плохо, так как в строительном союзе, даже если есть перерывы в работе, они оплачиваются. И к тому же Юнион долго сидеть без работы не оставит. И благодаря системе поиска работы МИКС-2020 в течение нескольких недель гарантированно позвонят с предложением о работе. А на сегодня все, друзья. Всех поздравляю с наступающими новогодними праздниками. Продолжение следует. Продолжение следует...